Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, Пандос FX, а это значит, что вас сегодня по традиции ждет грандиознейший контент. Так вот, Toti Event у нас подошел к концу, и наконец-таки настала пора поиграть за эти самые Toti карточки. Я, в свою очередь, отыграл 4 Weekend League, как вы знаете, у меня 4 аккаунта, да я сумасшедший, если что, не спрашивайте. Также у нас вышли новые сборочки на кумиров, которые мы, естественно, откроем на каждом аккаунте. Подробно и не очень расскажу про некоторые Toti карточки, и покажу вам шикарнейший дроп за 1,5 миллиона. Ну и про внезапный коллапс в Анионам расскажу, как мы с ним встретились в Weekend League. Всем желаю приятного чаепития, кофейте, приятного аппетита, и, собственно, погнали! Ну и, конечно же, друзья, хотелось бы поблагодарить моих спонсоров из компании Pari за поддержку моего канала. У них на сайте вы можете найти спортивные события на любой вкус и цвет, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. У них есть удобнейшее мобильное приложение. Ну и самое главное, друзья, у них новая акция. Вы можете забрать 2024 рубля по ссылочке в описании в моем Телеграм-канале. Всем удачи! А если вам, друзья, нужна EFC, либо какие-то новые игрушки, возможно, подписчики вы хотите продлить, все это добро вы можете найти у меня на личном сайте. Ссылочка также будет в описании. В общем-то, ребята, первую Weekend League я отыграл на своем первом донатном аккаунте, который у меня изначально был единственным в какое-то время, сейчас их аж 4, и параллельно тестировал некоторые Тоти-карточки в аренду. Вот как вы считаете, это зашквар или нет играть арендованными картами? В общем-то, эта Weekend League у меня стартовала именно в тот день, когда заканчивалась команда года. Соответственно, я отдавал себе отчет, что, скорее всего, соперники будут жесткие. Так как последний день Тоти, все хотят максимально быстро отыграть Weekend League, чтобы попробовать, так скажем, в последний вагон запрыгнуть и заловить себе Тоти. Кстати, человек, какой гол Роберто Карлос забил? Вообще говоря, Роберто Карлос это просто какая-то фантастическая карта именно в центре поля. Столько импакта он вносит, прям дико влюблен в эту карту. Еще с позапрошлой FIFA. В первую очередь, я на этом аккаунте тестировал Sam Kerr. Как вы знаете, она мне упала в пике 80+. Ну и, на самом деле, даже сказать нечего. Типа, вот такие вот голы она забивает шведкой. Как вам такое? Также я параллельно тестировал Zubastika R9. Он у меня был в аренду на 10 матчей. И вот такие вот моменты он не забивает. Ну, типа, Zubastika R9 15 миллионов монет стоит. Также я тестировал Криштиану Роналду Тоти. Как вам такое? Криштиану Роналду Тоти с метра не забивает. Возможно, кто-то скажет случайность. Бывает. Ну, собственно, вот еще один момент, где Криштиану Роналду Тоти просто не попадает в створ. Но зато Матеус закручивает такие вот невероятные банки шведой. Ну ладно, кто-то скажет левая нога. Ну окей. Показываю вам момент с правой ногой. Ну смотрите. Ну, бойная позиция. Кажется, карточка за 15 миллионов должна такое забивать, не? Не, ну на самом деле, ладно. Криштиану Роналду, возможно, не так уж и плохо. В частности, вот этот уголешник мне очень понравился, как он накрутил, навертел тут всю оборону. Но все равно, кто бы ничего не говорил, та же самая Кер мне понравилась больше, чем Криштиану Роналду. Как такое получается, я не знаю. Ну, собственно, эту Вигельнюгу быстро я отыграл на 11 побед. Там все ливали после первого гола, я ливал после первого гола. Кто-то скажет, почему я ничего не сказал про МБП? Да потому что и говорить особо нечего. 9 матчей, 1 плюс 6. 1 гол за 9 матчей. Но, как я и говорил, и буду говорить всегда, ни одна карта в этой части FIFA и EFC, называйте, как хотите, не стоит там 15 миллионов, 11 миллионов. Вот зубастик, 9 матчей, 5 плюс 7. Вот кто мне действительно понравился из всей этой пачки, это Маттеус. Прям лютый парень на ЦПшнике. Ну и в основе, опять же, выделю Салаха. За 25 матчей, 11 плюс 14. Ну так вот, ребята, подведем итоги Викенниги на этом аккаунте. 11 побед, ничего не поймали, едем дальше. Ах, да, забыл показать вам пики на кумиров на этом аккаунте. Сразу два собрал, чекайте, что у меня там упало. Так, давайте сначала этот пик откроем. Да, с пиками, не скажешь, что сильно везет. Я не знаю, Вандерсара брать, не брать. У меня там Алисон. Так, это, получается, второй уже пик на этом аккаунте. В прошлом не повезло. Что за легендарные пики на кумиров, друзья? А что брать-то, даже не знаю, даже не знаю, ребята. Это очень сложный выбор, на самом деле. Дальше у нас на очереди, друзья, Викеннига на моем основном аккаунте, где я играл вот таким вот сквадетским. Ну, периодически использовал арендованных карточек. Как вы видите, зубастик на этом аккаунте тоже у меня не заиграл. Я не знаю, 9 матчей, 2 плюс 4. Ну, это прям катастрофа. Я не чувствую его дриблинга 95. Я не чувствую этих стат. Я не знаю, может, я сумасшедший какой-то, блядь. Но та же Тоти Смит, если посмотреть, ну, в разы круче играет. 64 матча, 67 плюс 50. Это просто сумасшедшая карточка в атаке, которая почему-то играет круче, чем зубастик. Хотя у зубастика, да, действительно, если так посмотреть, удары выше на троечку, и все. По перкам она полностью переигрывает зубастика. И вас наверняка многих интересует вопрос, как мне Тоти Месси? Ребята, все вы знаете, какие шикарные файнессы у Лео Месси. А вот, собственно, он сейчас их продемонстрирует. Пустые ворота? Мимо. Кстати, забавная херня произошла в Weekend League. Я назвал же этот аккаунт в честь R9 в предпросмотре. R9 in Impact. Мне встречается чувак с командой Team R9. В одном из прошлых видеороликов я вам показывал, как Ренарт у меня также не заиграла в команде. Танцевала брейк в своей штрафной. И вот еще один показательный момент, почему мне не зашла Ренарт. Ну, посмотрите. Каскарина бежит. Каскарина. Вы знаете, кто это? Я вам сейчас расскажу, кто это. Это девчонка с силой 58. Рост 1,64. К ней навстречу сейчас движется Ренарт. У которой рост почти 1,90. Сила 96. У нее, собственно, куча талантов. В том числе там и силач, енот, пауэрхедер. Короче, лютый танк бежит на маленькую девочку Каскарину, у которой сила 64. Посмотрите, что происходит. Ренарт просто ничего не может сделать. Каскарина ставит корпус. Каким-то невероятным образом вытесняет такого гиганта. Как это возможно? Реально, порой в игре происходят какие-то жуткие вещи, которые не поддаются объяснению. Дальше будет еще жестче, поверьте. Помните, я вам показывал немножко ранее великолепный файнос от Месси? Показываю еще один. Смотрите. Оп. Бывает. В общем, для чего я вам все это показываю? Для того, чтобы вы поняли, что мы играем в такую игру, где может произойти что нахрен угодно. Даже Тоти Месси может там свои великолепные файносы не забивать с двух метров. Ну ладно, кто-то скажет случайность, совпадение. Ну вот еще один момент я вам показываю. Смотрите, Месси выходит один на один. Бам. Пустые ворота. Оп. Не забил. А кто-то говорит, что будет им баланс. Месси там сумасшедший. Все будет забивать. Ребята, не все, поверьте мне. Ну ладно, справедливости ради зачастую вы можете играть просто вот так вот. Ну типа зажимаете R1. Ну и просто идете. Ну просто идете. Ну просто идете, идете, идете. Ну и в моменте и бьете. Все. 1-0. Да? Так тоже можно играть. Касаемо конкретно Финессов, как-то они не очень у него зашли, но шведки работают, как вы знаете, намного круче в этой части FIFA. Вот так вот просто закидываете. А, еще один интересный момент вам хотел показать из текущей Викинниги. Посмотрите. Что вы видите в этом моменте? Ну Драгба просто воткнулся в Лусио и упал. Но судья прибегает и дает красную карточку Лусио. Драгба просто сам подбежал, воткнулся в Лусио. Лусио даже не пытался фалить в этом моменте. Что за игра говна? Ну вы посмотрите, где здесь фал от Лусио. Еще и на красную. Ну ладно, справедливость ради. У Месси все-таки периодически залетали крутые Финессики. Допустим, как здесь, тоже на дриблинге R1. Крутит-вертит. И на! Ну на самом деле анимация прям очень крутая у него. Именно вот с Финессиками. Также, ребята, хотелось бы отметить его шикарные пасы. Допустим, как вот в этом моменте. Посмотрите, как идеально летит на голову Салиба. Вот здесь вот еще один Финессик красивый получился. На, вынимай. Да, друзья. Если говорить честно, это карта, которая делает результат в некоторых моментах. Но не так жестко, как вам может показаться. Есть тоже вроде Финессик красивый залетел. Низом даже, вау. Да, несмотря на те его фантастические промахи, которые он показывал. Естественно, эта карточка невероятная. Где-то она даже делает результат. Понятное дело, если вы встречаетесь против Кибера, у которого нет Месси, и он играет круче, чем вы. Вам ничего не поможет. Даже такой состав. Я от таких бомжей отлетал, ребята. Месси говорит про эту Велку. Я отыграл ее на 14 побед. В последнем матче. В последнем матче я забрал 14. И в целом, я не почувствовал какого-то невероятного бустава в скелет. Там вот с обновлением своих каких-то карточек и с арендами. То есть, ну, я как играл на эти 11-14 побед, так и играю. Да, у меня был какой-то период, когда я там и по 17, по 16 делал. Но, как вы знаете, я уже давно перестал сильно заморачиваться. Так как у меня 4 аккаунта, я зачастую просто 11 делаю и не парюсь. Награды абсолютно одинаковые. Так вот, это был второй аккаунт. Тут также я собрал две сборочки на Кумира. Смотрите, что у меня там дропнулось. Один из трех. Давайте без плашки здесь. Просто сразу увидим и поймем, что это полная стена. Открываем, смотрим. Вау. Вау, вау. Вау, вау. Вау. Вау, вау, вау. Как больно. Собрали. Второй пик на Кумира. Что делать в такой ситуации? Вроде ты смотришь и думаешь, что пик это вышка. А вроде ощущение, как будто бы меня где-то наебали, блядь. Так, мы на первом безнадатном аккаунте, где мне вовсю усыпется Барселона. И вы спросите, как я отыграл Викендигу. Сейчас расскажу. Ну, в общем-то, примерно вот так вот. Потом вот так вот. Ну, еще вот так вот. Так тоже было. Вот так вот тоже было. Такое, кстати, вот тоже было. И вот такое вот тоже было, ребята. И такое тоже было. Что вы там говорите? Файнессы пофиксили? Файнессы пофиксили? Ах, да, точно. Вот такие вот составчики мне лютые встречались. Вы посмотрите, сколько Тотти карточек. Но нам в целом было похер. Обыграли 5-1. Не почувствовали. Как вы поняли, Файнессы, может, и пофиксили, но точно не у Хансона. Реально, таких финессов я не видел ни у кого. Абсолютно. Это какая-то сломанная карточка. Наверное, одна из моих самых любимых. Благодаря вот как раз таки этому таланту. Также я на этом аккаунте тестировал всего лишь одну Тотти карточку в аренду. Это был Тео Эрнандес, который играл у меня на ЛП. 5 плюс 6 на ЛП. Наверное, это одна из самых быстрых карточек, за которую я играл. Он меня дохерищ от подобных голов забивал. Просто убегал на своей скорости. Никого не чувствовал. И на нахер. Красота. На этом аккаунте, друзья, я шел со статой 13-6. Так же, как и на донатном, оставался один матч за 14-ю победу. И как вы думаете, что произошло? Я встречаюсь против Эваниона, ребята. Старый знакомый. Со статой 13-6. Он в то время, не помню, с какой статой шел, но у него было два поражения. Это точно я помню. И у меня вопрос. Какого хрена? Я, конечно, рад повидаться со своим старым знакомым. Но, идя с такой статой, встречаться против Эваниона, у которого только два поражения, кстати, я тут даже счет открыл, с его ебанутым составом, конечно, тяжеловато было сопротивляться, скажем честно. Ну и проебал, да? 4-2. Последние матчи за 14 побед. Спасибо большое, Эванион. Это было круче, чем Дис на панду. Но, но, друзья, я ни чуточки не расстроился, увидев, какие награды мне подарила игра. Чекайте. Это что такое? Пик компании, блядь. Минди. Вау. Не, я такого точно не ожидал. Я к такому не был готов, пацаны. На бездонатном аккаунте 87+. Давайте смотреть, что же тут вообще падает. Что за легендарнейший пик я открыл? Че это за стена? Да, с кумиром, мягко скажем, не завезло. Но вот с кем завезло, это с Минди. Ну, чтобы вы понимали, насколько он мне нравился, что я его аж красным сделал. И тут мне дают карту за полтора миллиона, за Викенд Лигу. И вуаля, смотрите, как красиво он становится мой склад. Реально, тут чисто Реал Барса собирается у меня на этом аккаунте. Командой доволен, Викенд Лигой доволен. Хансен как разваливал, так и разваливает. Ну, короче, в целом этим аккаунтом я тоже доволен. То есть, хорошая Викенд Лига, все было качественно, четко, учитывая мой не самый, так скажем, сильный состав. Да, тут есть сильные карточки, но в целом, ну, не предел мечтаний. И двигаемся к моему четвертому аккаунту. Ух, там было самое жаркое, ребята, просто с ума сходил, честно. Это тот самый аккаунт, на котором у меня Ферит Подольский. Если вы не помните, какие баночки он забивает. Ну, например, вот такие вот. Такие вот голы забивает у нас Подольский. Вроде в одном из прошлых видеороликов я вам показывал, но покажу еще раз. Ну вот, смотрите, друзья. Какие шикарные голы залетали мне в этой Викенд Лиге. Это просто было какое-то сумасшествие. Так вот, чем же была отвратительна эта Викенд Лига? Такими вот, например, голами, которые мне залетали. Вы посмотрите на эту красоту. Мне даже комментировать ничего не хочется. Кто нахер это было? Почему Горецко смотрит на мяч и не предпринимает ничего? Почему у меня все защитники пролетают? Отскоки на ногу. И вот такое дерьмо. Просто, блядь, Димария проскакивает сквозь Ван Диджике, как сквозь призрака. Блядь, я вот что пересматриваю и просто очередной удивляюсь, какая-то легендарная игра. Вот такая вот красота мне залетала. Вы только посмотрите на это. Вау, круто, приятно. 3-3, потнющий матч. И вы посмотрите, опять какое чудо мне сейчас залетит в ворота. Вау, Эдерсон, как же ты прекрасен. Да, как вы могли заметить, я тестировал Эдерсона в этой Викенд Лиге. И это просто какой-то кошмар, нахрен. Что это, блядь, такое? Как же у меня был халатчик, чувак, я его не представляю. Жена-ля меня просто в край заебал уже своим каким-то невероятным финишингом. Что это такое? Как карта за миллион может не попадать в створ с двух метров? Но зато мне залетает вот такая вот прекрасная чушь. Что это такое, блядь? Как это, блядь, работает? Почему у меня защитника ФК? Посмотрите на эту красивейшую комбинацию, друзья. Как я круто разыграл. Я сделал все, чтобы забить шедевр. Но! Но! Нормально вообще? Возможно, вы не заметили одного момента. Кассилиас как поймал этот мяч. Позитивные моменты тоже были в этой Викенд Лиге. Я тестировал Холланда. Тоти Холланда. И, о боже, ребята. Это любовь с первого взгляда. Реально, вот такого финишора я, наверное, еще в этой игре не встречал. Как он реализовывает, это просто фантастика. Как он толкается, как он бежит, это отдельная тема. Вот здесь вот, посмотрите. Делаю забросик. Ну, казалось бы, тут два защитника. Он просто никого не чувствует. Врывается и херачит. Он еще пять дезис на слабой. Забивал он с каких-то вот не самых, казалось бы, очевидных позиций, с которых залетают мячи. Допустим, вот здесь вот, посмотрите. Оп, пас получил. И на нахрен! Какая пушка! А вот это вот, наверное, мой любимый гол за Холланда. У него же акробатика еще есть. Посмотрите, какой акробат! Красиво? Красиво. Единственный большой недостаток у Холланда, это то, что он был арендованным, друзья. А в остальном, это просто любовь. Реально, я бы обмегал, наверное, все свои Тоти-карточки на Холланда. Может быть, аккаунт купить еще один? Пятый, с Холланда. За 9 матчей 14 плюс 3, он прям реально меня очень сильно впечатлил. Действительно, я был бы не против обменять Холланда на Месси. Вот были бы трейд-офферы, ребята, как бы мы кайфовали. Вот наигрался я за Месси, предложил кому-то трейд-оффер, он мне Холланда кинул. Вот было бы кайфово. Здесь также у меня был один с побед, пошел после викинги собирать сборочку на кумира, и там мне дропнулся, ну, с первого взгляда неплохой вариант. Это Карлс Альберто, пошел на ЦЗшника вместо Клостермана. И в целом, наверное, состав выглядит уже слабенько, слабенько на фоне моих предыдущих, но факт остается фактом. То есть у меня 4 абсолютно разных аккаунта, именно по бюджету, но в плюс-минус я делаю один и тот же результат. Соответственно, мы делаем выводы, что карточки в большинстве случаев не роляют в твоей игре. Да, в некоторых моментах они могут принести какой-то там импакт, но в целом, глобально, никаких там существенных отличий я там по скилму чувствую. Да, естественно, там на донатном аккаунте мне было чуть проще играть, но не сказать, что это настолько, чтобы никого не чувствовать. То есть если чел умеет играть, у него прямые руки, у него там хреновый состав, большая вероятность, что он тебя развалит. Короче, этот аккаунт у меня уже RS&P. Последние деньки, наверное, доживают. Фодера нет, игроки не впечатляют меня, но при этом за эту викинг-лигу я дико кайфанул, отыграв за Холланда. В общем-то, ребята, я не знаю, насколько вам интересно было послушать мой бубнеж про мои 4 викинг-лиги. Я параллельно пытался это все миксовать еще и с пакцами. То есть чуть-чуть геймплея было, чуть-чуть пакцов. Потрещали, поболтали. Надеюсь, вам, опять же, этот видеоролик понравился. Если так, то оставляйте лукасы, классные комментарии тоже приветствуются. Опять же, если формат данного видеоролика вам зайдет, возможно, буду каждую неделю подводить какие-то такие вот мини-итоги по моим 4 аккаунтам. Пишите, что думаете про этот видеоролик. А с вами был я, Пандос Фиксович, и всем хорошее настроение. Чао-какао. Ну и кому-то наверняка будет любопытно услышать, сколько раз я встретился с Тоти Месси за 4 викинг-лиги. На моей памяти буквально раза 4. За 4 аккаунта. Ну ладно, может быть 5. Но это не точно. Но в любом случае он не в каждом втором составе, как могли утверждать люди, которые очень сильно бомбили из-за этого пика. В том числе и я. Так что по итогу это не такая уж и большая проблема, как оказалось. Возможно, мне так повезло. Возможно, у кого-то викинг-лиге он встречался во всех 20 матчах. Субтитры сделал DimaTorzok